Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите старт проекта «Точка роста» в Бутовской школе номер 2. До 2024 года, это конкретные результаты показателей национального проекта образования, будет создано не менее 16 тысяч точек роста. Депутат Московской областной думы Юрий Лепатов побывал в Видном с рабочим визитом. Врачи, безусловно, делают свое главное дело, детишек лечат. Но вот чтобы уют создать, не всегда хватает у государства для этого средств. В деревне Горки торжественно открыли аллею героев. В Бутовской средней школе номер 2 прошел телемост между девятью регионами России, организованный Министерством просвещения Российской Федерации. Таким образом был дан старт проекту «Точка роста», в рамках которого по всей стране, в том числе и в нашем муниципалитете, были открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. С утра в Бутовской школе номер 2 ждали высоких гостей. Наконец в образовательное учреждение прибывает заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова, где ее встречает глава муниципалитета Валерий Венцель. Основное действие начинается на территории образовательного центра «Точка роста». Мы часть больших команды под названием «Точка роста» – команды будущего России. В этот день в 50 регионах России в рамках федеральной программы «Современная школа» были открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На их базе будет вестись преподавание ряда предметов. ОБЖ, технологии, информатика. Ну и, конечно, достаточно широкие возможности для внеурочной деятельности и дополнительного образования, потому что появилось новое оборудование, появилось новое средство обучения, причем они достаточно простые в использовании, очень функциональные, и любой ребенок может их легко освоить и использовать в своей жизни. Мы этому только будем рады. Телемост был организован по случаю старта проекта «Точка роста». В нем принимали участие ученики, преподаватели и представители руководства муниципалитетов из девяти регионов страны. При открытии современных образовательных центров основной упор сделали на учебные заведения в сельской местности и небольших городах. Мы сейчас находимся в школе села Ивановка. Это одна из старейших образовательных организаций нашей области. В этом году школе исполнилось 145 лет. Центры «Точка роста» призваны выполнять функцию общественного пространства для развития компьютерной грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческого и социального развития детей. Учителя, которые будут работать с нашими детьми, прошли профессиональное обучение. Они обучены новым методикам и современным технологиям. Работать по-старому уже не получится. Современным детям нужны современные преподаватели и современное обучение. Преподавание будет вестись с использованием новейшего оборудования. Интерактивные доски, 3D-принтеры, компьютеры с программами, предназначенными для моделирования и конструирования виртуальной реальности, инструментарий для создания роботов. До 2024 года, это конкретные результаты показателей национального проекта образования, будет создано не менее 16 тысяч точек роста. Но уже сегодня губернаторы принимают решение, и помимо тех центров, которые они открывают с участием федеральных средств, они значительные по нацпроектам. То есть доля софинансирования Российской Федерации 95-98%. Губернаторы принимают решение, открывая точки роста за региональные и консолидированные бюджеты своих субъектов Российской Федерации. Поэтому я думаю, что не менее 20 тысяч точек роста точно получше. В ходе телемоста региональные точки роста отчитались о готовности к открытию. После проведения сеанса прямой связи для Валерия Венцеля и Марины Раковой провели небольшую экскурсию по Бутовскому центру. Мы находимся в локации предметов технология, и мы все знаем, что современная школа должна быть ориентирована на подготовку детей в мире высоких технологий. Более 784 миллиардов рублей выделено на реализацию национального проекта образования до 2024 года. Планируется, что 16 тысяч школ в сельской местности и малых городах обновят материально-техническую базу. Для нас это очень знаковое событие, потому что в рамках национального проекта образования, в рамках федерального проекта современная школа, вот у нас на территории нашей Бутовской школы открылась точка роста. Пока одна, мы будем, естественно, посмотрим, как она будет дальше себя наполнять, как будет функционировать, для того, чтобы применить и в других наших образовательных учреждениях. То, что мы сегодня увидели, то, что мы сегодня услышали от ребят, которые уже здесь проходят обучение, ну это здорово. Благодаря открытиям точек роста по всей России, новыми технологиями обучение в настоящий момент охвачено 800 тысяч детей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов побывал в Видном с рабочим визитом. Он посетил Видновскую районную клиническую больницу, где в детском отделении будет создана «Добрая комната». Почему новое помещение получило такое название и что еще было в рабочей повестке дня депутата, расскажет Арсений Рогозянский. Добрую комнату в медучреждении Московской области. Акция стартовала летом, а ее итогом станет открытие к декабрю 40 таких уголков по всему региону. Вот и в детском отделении Видновской больницы тоже сделали «Добрую комнату». Депутат Московской областной думы Юрий Липатов оставил в подарок мебель, чтобы у детей появилась возможность веселее скоротать свое время в лечебном учреждении. Очень многое зависит от того, какой внутренний настрой, какая обстановка. Врачи, безусловно, делают свое главное дело, детишек лечат. Но вот чтобы уют создать, не всегда хватает у государства для этого средств. На игрушках и мебели наполнение и оформление «Доброй комнаты» не закончится. К декабрю стены здесь ярко распишут по сюжетам любимых мультфильмов. В детской поликлинике планируют сделать два подобных помещения. Средства жертвуют меценаты и организации муниципалитета. Все эти инициативы и вся эта помощь, она всегда приветствуется, потому что детки у нас всегда на первом месте. И любая помощь и любое какое-то такое действие, оно всегда оценится с большим эффектом, когда мы говорим о детках. Ежегодно в детском отделении прибывают более двух тысяч детей. И больничная атмосфера вовсе не настраивает на позитив. Но теперь с помощью «Доброй комнаты» ситуация наверняка изменится к лучшему. Комната замечательная, детки все увлечены, поэтому они не просто здесь болеют, они еще и играют, отвлекаются. Из больницы депутат отправился на прием жителей. Первой пришла Вероника Ломтьева, дочь которой перенесла две операции на сердце. Девочка активно участвовала в различных творческих конкурсах и занимала высокие места. Юрий Александрович, ознакомившись с ситуацией, подарил ребенку ноутбук, чтобы после выздоровления она продолжила хорошо учиться и одерживать победы на Олимпиадах. У меня ребенок инвалид, он ходит на домашнем обучении, и не было возможности купить ноутбук для занятий, во время занятий показывать какой-то материал наглядный. Мы обратились за помощью к Юрию Александровичу, он подарил нам ноутбук для девочки. В ходе приема чиновник выслушал еще несколько граждан, у которых были свои наболевшие вопросы. На каждый из них Юрий Липатов реагировал с пониманием и пытался помочь в их решении. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В деревне Горки торжественно открыли Аллею Героев. Здесь увековечили именно тех, кто трудился на благо Родины, защищал ее рубежи и своим примером вдохновлял других на подвиги. О горкинских героях расскажет Екатерина Коваленко. Торжественное открытие Аллеи Героев началось с возложения цветов. Герои Советского Союза Виктор Фокин, Павел Полковников, Борис Самсонов, Герои соцтруда Трофим Лысенко, Мария Сахарова, Иван Кухарь и, конечно, легендарный первый председатель колхоза имени Владимира Ильича Иван Буянов. Горкинская земля богата талантливыми и незаурядными людьми. Известны их имена и далеко за пределами нашего края. Так внучка Ивана Буянова Светлана Слешина постоянно встречает людей, которые, слыша фамилию Буянов, говорят спасибо. Детушкина судьба и жизнь его, она удивительная. И вот я где бы ни находилась, хотя его уже не было столько десятилетий в живых, но совершенно в самых неожиданных местах, узнавая просто откуда я, вдруг люди начинали спрашивать. А вы не слышали, там говорят, уж очень какой-то удивительный человек жил, какой-то уникальный человек жил. Я говорю, я не только слышала, я вот еще внучка. И у людей было совершенно неподдельное изумление и радость. Многие собравшиеся знали героев земляков лично. Почти полвека проработала в колхозе имени Владимира Ильича Раиса Савельева. Женщина признается, что трудиться под руководством Ивана Буянова, а потом и Ивана Кухаря было честью для нее. О тех временах она помнит до сих пор. Мне посчастливилось. Оба председателя честные люди. Они строгие, они требовательные, но они заботились о людях. Честные люди не воровали, не... Буянов ходил, вот на одной пуговице пальто, и Иван Иванович такой был кухот. Вот. Иван Иванович тоже такой честный. На информационных стендах разместили биографии горкинских героев. За сухими фактами и цифрами скрываются удивительные судьбы, достойные киноленты. Всех этих людей, кроме незаурядных человеческих качеств, объединяет одно – любовь к своей малой родине. Роднит это чувство и всех, кто пришел на открытие. Я когда слышу, ну, с мышкой, да? Помимо дружеских бесед и приятных воспоминаний, настоящим подарком для гостей стала только что изданная книга «О чем молчит Каширская дорога». Очень рады мы, что устроили такой нам праздник для нас. Довольны то, что вы нам... что это не забыто, понимаете? Что это все будет продолжаться. Что память о наших дедах и родителей помнят. Впрочем, сегодняшнее мероприятие – только первая страница в истории «Аллеи героев». В будущем ее планируют благоустраивать и, конечно, расширять. Ведь достойных людей на горкинской земле хватает. Уже после сегодняшнего открытия люди ко мне подходят и говорят, а вот еще об одном герое нужно, еще о другом герое нужно сказать. Поэтому, конечно, есть перспектива, есть куда развиваться. Много идей, надо их воплощать. Представители власти всегда открыты идеям и пожеланиям местных жителей. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Наш телеканал посетили воспитанники Видновской прогимназии, чтобы узнать о новой интересной профессии. Мы показали ребятам, как делают телевидение, какие впечатления остались у школьников, расскажет Юлия Погосьян. В большинстве телевизионных компаний основная студия – это в основном студия новостей. Потому что самое главное, что рассказывают по телевидению, это именно как раз новости. Вот студия новостей телекомпании Видное ТВ как раз находится здесь. Экскурсия по телеканалу началась со «Святая святых» – студии, где происходит самый яркий для телезрителей процесс. Именно в студиях записывают новости и программы. Например, авторские передачи Олега Федорова «Все грани меча» и «Квартирник». А совсем недавно на Видное ТВ появился новый павильон с хромакеем. Зеленой тканью, которая позволяет создать позади человека в кадре абсолютно любой фон. Зеленкой, именно так называют хромакей-журналисты, вызвала особый интерес у ребят. Меня больше всего впечатлило, когда мы заходили в первый зал, где из зеленого зала превращалось все в более, ну… Картинка, да, появлялась? Да. В этой студии можно перемещаться в любые города, в любые места во всем мире. Простая стенка может превратиться там во всякие города, Москву, Лондон. Глубже погрузившись в телевизионный процесс и узнав о разных специальностях, которые существуют на канале, дети вдохновились профессией журналиста, в лидерах корреспондента и ведущей. Телеведущий. Почему? Не знаю, ну, читать там и все, и рассказывать обо всем, что узнали. Журналист. Почему? Потому что это очень интересная работа и очень много можно узнать от людей, о их мнениях. Экскурсию для учеников 4-го класса Видновской прогимназии вел как раз корреспондент и ведущий Максим Козлов, с которым ребята встречаются не первый раз. Он неоднократно снимал деток в их учебном заведении, поэтому экскурсия проходила в дружеской обстановке. Мы всегда рады гостям. Мы всегда устраиваем Дни открытых дверей для тех, кто хочет посмотреть, как действительно устроено телевидение. Дети искренне интересовались и задавали действительно интересные вопросы, что, конечно, очень приятно. После такой впечатляющей экскурсии у учителей прогимназии возникла идея посетить телецентр Останкино и создать на базе учебного заведения свою мини-телестудию. Мы сегодня посмотрели много. Может быть, как раз что-нибудь у нас и получится. Может быть, мы первые будем, которые начнут это все делать. Такие экскурсии для учеников младших классов и воспитанников детских садов на Видное ТВ проходят регулярно. Не реже, чем раз в месяц. Поэтому с нетерпением будем ждать новых гостей. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В историко-культурном центре проходит выставка «Русь – моя родная». Часть экспонатов принадлежит Ольге Чеботаревой, видновскому коллекционеру и популяризатору женского народного костюма. О своих любимых нарядах и о том, как одевались женщины на Руси, она рассказала нашей съемочной группе. Ольга Чеботарева увлеклась народной культурой еще в юном возрасте. Повзрослев, сама стала изучать национальный костюм и традиции Руси. Тогда и узнала, что так понравившийся в детстве головной убор мачехи – кику с рогами – в любимом фильме «Снегурочка» на самом деле должны были одеть совсем на другую героиню. Этот головной убор свадебный – это на «Снегурочку» должны были одеть операторы, костюмеры. Да, а женщина в возрасте матери, у нее были простые довольно-таки головные уборы, либо платок повязывался. В начале 2000-х Ольга приобрела первый экспонат для своей будущей коллекции – женскую нарядную рубаху. Затем захотелось найти под нее паневу – так раньше называли на Руси юбки замужних женщин. Каждый узор, каждый изображенный символ на одежде нес определенную смысловую нагрузку, уверяет Ольга. Символы жизни, продолжение рода, мира, добра. Узоры наносились и по циклу круглогодичного движения природы. С этим связана работа и хозяйство народа, обучение детей в том числе. Одежда девушек и замужних женщин на Руси сильно отличалась, уверяет наша героиня. Стандартный набор девушек – рубаха, сарафан и лента на голове и в волосах, заплетенных в косу. А вот после свадьбы в большинстве областей сарафан заменяли на паневу. Сверху надевали фартук или завесу, а голову с двумя косами покрывали платком. Ольга Чеботарева показала, как наши прапрабабушки делали из обычного платка нарядные головные уборы. Например, так завязываем платок вокруг головы и подгибаем края платка у лица вовнутрь. Дальше мы берем свисающие края платка. Ну, например, в эту сторону. Можно сделать вот прямо сейчас из этого повяза два разных головных убора. Скручиваем. И повязываем сюда. Дальше моднице оставалось лишь расправить образовавшуюся корону на свой вкус и вуаля. Нарядный русский народный головной убор готов. И какой же наряд без украшений, бусы и гайтаны носили даже маленькие девочки. Чем старше становилась девушка, потом женщина, тем у нее больше было нагрудных украшений. То есть это еще говорило о статусности. На выставке «Русь моя родная» в историко-культурном центре представлены в основном свадебные наряды. Их молодые девушки шили себе сами с 12 лет. При обладании красного цвета, обилие вышивки и украшений, головной убор расшитый серебряной нитью. Именно в таких костюмах выходили девушки замуж в 19 веке. Я не смогла удержаться и тоже примерила на себя кичку старинный свадебный головной убор. Вот мы верхнюю часть снимаем, это волосы подвязывались, а здесь вот, видите, для того, чтобы она стояла, поворачиваясь сейчас. Она в итоге закреплялась так, это сюда. И, конечно же, волосы вот эти убирались, да, красиво тогда еще сделала. То есть волосы все были убраны. Ольга Чапатарева продолжает исследовать культуру русского национального костюма, общается с этнографами, ездит на тематические выставки и конференции. Свои знания она передает людям, участвуя в выставках и проводя экскурсии для детей и взрослых. Так как уверена, помнить свою историю значит быть сильным. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, ВиднетВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok